Напоминаю, что меня зовут Надежда Ершова, я являюсь архитектором и дизайнером и давно веду курс стеклянного дела, на котором мы касаемся различных вопросов из этой области. Я стараюсь найти как традиционные аспекты для освещения, так и что-то более новое, которое появляется в мире практически ежедневно. Поскольку область ведения стеклоделия очень широка, то охватить ее на каждом вебинаре нереально. И мы касаемся определенных тем, я даю определенные направления для размышления, и возможно это поможет в вашей трудовой деятельности в дальнейшем. Что касается порядка проведения вебинара, то я даю информативную часть, в которой иногда бывают практические задания. Например, сегодня предстоит нам такая практическая работа, небольшая зарядка для ума после некоторого блока информации. Плюс очень хочется услышать ваши вопросы и пожелания о том, что вы хотели бы услышать на следующих вебинарах. То есть обратная связь с вами очень важна. Если вопрос позволяет, я отвечаю на него сразу. Если нет, то либо в конце вебинара, либо я его оставляю на доработку. И так или иначе я освещу его на следующих вебинарах. Я надеюсь, что с регламентом вебинара все понятно. Ну и пожалуй мы начнем. Сегодня у нас, на мой взгляд, интересная тема. Это фурнитура для стеклянных систем. Причем, естественно, мы охватим не весь спектр изделий из этой области, потому что она крайне широкая. Мы, пожалуй, начнем рассматривать этот вопрос, поскольку так подробно мы пока еще его не рассматривали. И я надеюсь, это будет интересно. И мы далее в следующих вебинарах как-то продолжим более подробно рассматривать эти темы. Прежде чем перейти непосредственно к видам фурнитуры и их назначения, я хочу напомнить, что в мире стеклянных конструкций существует их большой ассортимент. И назначения у всех, естественно, разные. Мы сегодня рассмотрим несколько вариантов. Не все. Все мы рассматривали подробно в течение предыдущих вебинаров. Практически все рассмотрели. Но каждый раз можно все более и более углубленно действовать в этом направлении. Итак, сегодня мне хотелось бы поговорить, например, о перегородках, которые, как вы знаете, бывают совершенно различного свойства. Стеклянные перегородки могут быть как стационарные, так и мобильные. Стационарные – это неподвижно прикрепленные перегородки, которые не меняют свое положение в пространстве. А мобильные, соответственно, это перегородки, которые можно легко либо перенести, либо демонтировать и установить в другом месте без особых проблем. Стеклянные перегородки бывают каркасные и бескаркасные, так называемые ценностеклянные. Хотя даже для ценностеклянных перегородок требуется специальное оформление фурнитуры, которое, подобно незаметному услуге, удерживает перегородку в нужном месте и в нужном положении. Кроме простых перегородок, перегородки бывают также раздвижные и складчатые или складные. И, собственно, это добавляет шарму помещений, но и в то же время требует определенного крепления. Помимо перегородок существует фурнитура для стеклянных дверей, которые зачастую не отличаются от перегородок, поскольку широкая дверь может сама собой заменить либо часть стеклянной перегородки, либо быть почти практически полностью. Стеклянные двери удобны тем, что они служат и преградой, и разделяют помещения друг от друга, но в то же время стекло, как светопрозрачный материал, создает ощущение продолжения одного помещения в другое. То есть такая двоякая роль стеклянной двери, в том числе и стеклянные перегородки, позволяет очень красиво и очень современно обыгрывать помещение и создавать полузакрытые, полуоткрытые интерьеры, прибавляя такой загадочности любой комнате, любому интерьеру. Кроме того, сегодня еще у нас на очереди фурнитура для, например, фасадных систем, хотя это и не только используется в фасадных системах и входных группах, но и в интерьерах. Но по большей части подобная фурнитура, которую мы будем рассматривать, она применяется в экстерьере. Это будет спайдер, одна из самых привлекательных на сегодняшний момент конструкций, которая позволяет остеклять громадную площадь без ущерба для несущей способности конструкции. И еще одна область, в которой мы сегодня коснемся, это фурнитура для душевых кабин, которые в последние годы охватывают все больше и больше зрительского и покупательского внимания, пользовательского, поскольку это очень удобная вещь. И многие люди осознают, что даже самое малогабаритное и, казалось бы, не очень удобное в применении ванны или санузел, очень выигрывает, если мы применяем стеклянные конструкции и, соответственно, требуется специальная фурнитура для крепления данных конструкций. Во всех вышеперечисленных конструкциях, которые мы будем рассматривать, стекло применяется самое разнообразное. Это может быть и кристально чистое, прозрачное стекло, это может быть мотированное стекло, которое создает эффект размытого изображения и загадочности, это может быть тонированное стекло, которое является достаточно светопропускающим, но в то же время полностью скрывает помещение. И типы стекла тоже совершенно разные, по толщине совершенно разное стекло применяется в разных конструкциях. Коснувшись ближе каждого типа фурнитура, мы, в общем-то, посмотрим, какое стекло она может держать. Итак, пожалуй, что мы начнем. И первое у нас на очереди – это зажимные профили, которые являются незаменимыми помощниками в креплении неподвижных полотен. В основном используются зажимные алюминиевые профили. Это основа любой свето-прозрачной конструкции. И алюминиевый профиль имеет достаточно много плюсов. Во-первых, он легкий. Во-вторых, он достаточно прост в установке. Ну и долговечность его выше всяких похвал. Но, пожалуй, что самый большой плюс, наряду со всеми прочими равными, это высокая несущая способность. И алюминиевый профиль обеспечивает надежное крепление и надежность всей конструкции в целом. С помощью зажимных профилей монтируются совершенно разные конструкции. То есть это могут быть, как было показано в предыдущем слайде, и экстерьерные конструкции, это фасадные. Решение – это интерьеры с легкими перегородками. Это конструкции для общественных зданий, это витрины, это перегородки и так далее. То есть сфера огромная, применение профилей. Ну и, собственно, в основном такие изделия предлагаются для стекла толщиной 8, 10 и 12 миллиметров. Стекло в основном закаленное. С помощью этих зажимных профилей можно фиксировать полотна, скажем, любого размера. И причем они крепятся как к полу, стенам, потолку. И видов зажимных профилей есть большое количество. На слайде перед вами профиль для закаленного стекла 10 миллиметров, который применяется для крепления стеклянных перегородок, например, в общественных зданиях, таких как торговые помещения, вокзалы, в производственных зданиях, то есть на заводах. И визуально эта конструкция представляет собой прямоугольный зажим из анодированного алюминия высотой 100 миллиметров. Это данный тип профиля. Достаточно крупные изделия, но такая величина зато гарантирует высокую прочность конструкции и защищает стекло, что немаловажно, от ударов, допустим, тяжелыми предметами, ну, какими-нибудь тележками, если это магазин, и, собственно, гарантирует безопасность. То есть толщина стекла для данного профиля 10 миллиметров, но можно и 12 миллиметров использовать. Крепеж профиля к напольному покрытию производится с помощью опорных профилей из алюминия, то есть к зажимным профилям прилагаются еще и опорные профили, о которых мы скажем чуть-чуть попозже. Для этого в профилях предусмотрены специальные отверстия для саморезов, и профиль устанавливается по всей ширине стекла. Немножко сделаю лирическое отступление. Для вновь пришедших на вебинар сообщаю, что вы можете в процессе вебинара сформулировать вопросы и задать их во вкладке либо «Вопросы», либо «Общий чат». И если я не отвечу прямо сегодня, то я постараюсь на следующих вебинарах дать более развернутый ответ на ваши вопросы. Плюс хотелось бы знать, что вам интересно было бы услышать из области стеклянного дела, стеклянных конструкций на следующих вебинарах. Подумайте, пожалуйста, и можете написать в обозначенных вкладках, то есть «Общий чат» или «Вопросы». Итак, возвращаемся к нашим профилям. Крепеж профиля, как я сказала, производится либо к напольному покрытию, описанным мной уже способом. Крепеж можно производить к потолочному покрытию. Установку стеклянного полотна в полость профиля, естественно, производится с учетом его высоты. Кстати, опорные профили для установки зажимного профиля, как я уже сказала, существуют соответствующего размера. Ну и кроме описанного ранее зажимного профиля 100 мм, широко применяется профиль 76 и 40 мм, которые показаны на экране. Они также используются для закаленного стекла 10-12 мм толщиной. Этот профиль очень удобен. Как я уже сказала, он легкий. Он легок в монтаже и просто в эксплуатации, причем он достаточно элегантно смотрится, не перегружает общую картину конструкции. То есть вполне приятное и легкое в использовании изделия. Для опорных профилей характерно по большому счету P-образные конструкции из алюминия. Как я уже сказала, опорные профили идут в паре с зажимными. Значит, это P-образная конструкция из алюминия и используется в основном для установки перегородок подобная вещь или для защиты стеклянных дверей от все того же повреждения снизу. выпускается опорный профиль холостами длиной 3 или 6 метров. Опорный профиль устанавливается непосредственно на несущую поверхность с помощью саморезов и служит хорошей такой опорой для зажимного профиля. И естественно конструкция из этих профилей обеспечивает надежное крепление стеклянного полотна и что немаловажно для общественных помещений особенно предотвращает повреждение стекла от ударов. Ну еще раз обозначу преимущества опорного профиля. Это небольшой вес, удобные регуляции размеров, достаточно комфортная цена и простота в монтаже. То есть специалисты утверждают, что с установкой такого профиля справляется даже любитель. Важно отметить, то есть это, наверное, будет интересно и важно запомнить, что места для фиксации профиля располагаются с интервалом 300 мм. опорный профиль является одной из самых широко распространенных конструкций для крепежа стекла. И если мы на предыдущем слайде видели нижний опорный профиль, то здесь у нас верхнее крепление профиля показано, которое также служит надежной базой для вставки стекла. Следующий вид очень широко распространенной крепежной фурнитуры это коннекторы. Они имеют огромное количество видов, причем разные фирмы естественно производят разные виды, разные типы и совершенно различные виды у каждой фирмы и разные функциональные направления. Коннекторы для стекла служат для сбора, для сборки совершенно различных стеклянных конструкций. от простых типа перегородок и дверей до сложных это могут быть складчатые перегородки словом все что угодно. И коннекторы что очень привлекательно при небольшом небольшой массе небольшой площади собственно коннектора позволяют надежно фиксировать стеклянные поверхности и сами они надежно фиксируются на стеклянной поверхности например на стене на полу и на потолке. Еще раз скажу что это могут быть стеклянные двери это стеклянные перегородки это журнальные стойки это барные стойки это полки это совершенно различное количество конструкций и с этой ролью очень хорошо справляются различные виды коннекторов перила стеклянные стеклянные ограждения в общем все что можно только представить себе из области стеклянных конструкций это все подвластно коннекторов ну и как я уже сказала широчайший ассортимент этой продукции я естественно представила здесь только некоторые виды наиболее распространенные ну и например перед вами соединители стена стекло представляющие собой определенную конструкцию в которую вставляется стекло и эти соединители надежно крепят стекло к стене допустим можно крепить к полу можно крепить к стеклу крепление для стекла к стене имеет вид шайб с прокладками и фиксируется через отверстие в стекле через специальные прокладки которые защищают стекло от металлических кронштейнов например таким образом можно крепить к стене зеркало если мы хотим зафиксировать допустим двери или перегородки то такая конструкция крепится при помощи кронштейнов для стекла без сверления которые существенно увеличивают срок службы стеклянных конструкций еще раз скажу что коннекторы это вид фурнитуры который предназначен именно для соединения различных поверхностей и поэтому перед вами представлена серия соединителей одна из частных ветвей так скажем семейства коннекторов и в основном их используют все-таки в офисах в торговых помещениях то есть в общественных зданиях в общественных интерьерах поскольку они придают конструкции такой официальный деловой вид но однако в жилых помещениях особенно в стиле хай-тек или может быть смесь стиля хай-тек и лофт эти коннекторы вполне вполне хорошо используются и собственно очень широко распространяются кроме того что они крепят перегородки для крепления стеклянных дверей к полу потолку или стенам используются именно петли для стеклянных дверей это тип кронштейнов который имеет поворотный механизм как у обычных дверных петель и этот крепеж для стекла выпускается двух видов как для фиксации со сверлением так и без конова ну и естественно сверление подразумевает прямое воздействие на стекло что требует очень большой сноровки мастера потому что без определенных навыков стекло можно повредить однако при сверлении двери выдерживают больший вес стекла кронштейн без сверления фиксируется на двери за счет сжатия металлических пластин с двух сторон при таких конструкциях исключается сверление соответственно повышается безопасность для стекла но минусом если это можно назвать минусом является меньше вес стеклянного полотна то есть здесь мы уже выбираем сами нужно ли нам сверление или не нужно и для чего мы используем данные соединители ну и собственно можно посмотреть как красиво смотрятся перегородки двери вообще конструкции в которых использованы данные крепления то есть это практически без каркасные цельно-стеклянные конструкции с элегантными соединителями которые можно подобрать на свой вкус и они могут быть разного цвета имитировать разный материал в принципе не менее интересно коннекторы серии точка поскольку они еще более наверное элегантно смотрятся на стеклянном полотне эти коннекторы применяют для крепления стекла к стене к полу и к другому стеклянному элементу причем это может быть как створка так и неподвижная панель в основном коннекторы для крепления стекла серии точка имеют круглую форму используются как для дверей так и для перегородок для опять же стеклянных полок для стеклянных стеллажей и других изделий из стекла поскольку данное изделие обычно хромировано то оно смотрится очень презентабельно и очень высоко технологично то есть стекло в сочетании с таким крепежом уже представляет собой какой-то арт-объект то есть произведение искусства если конечно это все сделано хорошо правильно ровно и точно серия точка очень широка невозможно всю ее охватить за один вебинар поскольку рассказывать можно не очень долго она очень красивая очень функциональная и произведение стеклянного искусства с использованием данного крепежа смотрится примерно вот так то есть представляет из себя цельно-стеклянную поверхность с изящными вкраплениями хромированного металла ну совершенно непередаваемые ощущения и взгляду не мешает излишняя тяжесть металлических конструкций и кроме того данное крепление не менее надежно чем допустим коннекторы которые мы рассматривали в предыдущем варианте серия классика также предоставляет нам различные виды фурнитуры тоже для крепления к стене к полу или к другому стеклянному изделию и чаще всего классические коннекторы применяют в системах распашных дверей но можно и в других вариантах стеклянных конструкций например для крепления все тех же стеклянных полок кстати о стеклянных полках есть очень много вопросов в сообществах пользователей стекла то есть это вопрос достаточно сложный и требует детального изучения и очень конструктивного подхода мало того что необходимо рассчитать несущую способность стекла для полки необходимо еще и правильно выбрать крепление серия классика в принципе помогает в этом можно крепить столешницы другие предметы мебели ну и естественно офисные перегородки как и все остальные металлические элементы крепежа серия классика применяется в основном в общественных помещениях таких как офисы магазины салоны ну и естественно реже применяется в жилых помещениях в случаях о которых я уже сказала то есть либо это интерьер стиле хай-тек либо это интерьер смесь хай-тек лофта и так далее данные коннекторы имеют прямоугольную форму и надежное покрытие то есть крепеж изготавливается из нержавеющей стали которые не подвержены коррозии и способны прослужить в течение десятков лет то есть при таком большом выборе различных видов коннекторов есть из чего выбрать и есть скажем так где разгуляться и еще один вид крепежных конструкций это спайдерные системы которые на данный момент являются одними из наиболее востребованных и наиболее прогрессивных скажем так спайдер если мы заглянем в английский словарь переводится как паук и этот элемент имеет паукообразную форму особенно если у него больше двух лапок и действительно когда он крепится на стекле он похож на паучка прелесть этого элемента состоит в том что спайдеры закрепляясь на стекле могут удерживать сразу несколько стеклянных элементов то есть можно собрать истекление практически бескаркасное или планарное как мы его можем назвать и при этом огромный плюс спайдера это минимальные зазоры между стекол то есть создается впечатление практически полностью цельной стеклянной поверхности спайдеры используют когда необходимо соединить от двух до четырех элементов вместе и поэтому они имеют конечно же разный вид то есть в зависимости от того сколько элементов они соединяют столько у них лапок в кавычках весят они немного очень легкие изготовлены из нержавеющей стали и большой опять же плюс они обеспечивают высокую прочность конструкции в общем-то технология спайдерного остекления предоставляет полный простор фантазии дизайнеров и архитекторов что приятно но необходимо быть хорошим специалистом чтобы из этих крепежных элементов из стекла создать именно хорошую прочную красивую конструкцию на слайде вы видите чертеж именно спайдера который представляет собой кронштейн из легированной нержавеющей стали да надо еще напомнить что хорошая такая особенность спайдерных систем это способность выдерживать внушительные ветровые и механические нагрузки долговечность и неподверженность коррозии так что данный тип крепежа действительно очень заслуживает внимания в основном его применяют в наружных конструкциях то есть это ограждающие остекления это витрины это входные группы это фасады но в том числе его также применяют и внутри помещения к собственно спайдерам прилагаются также дополнительные элементы вот на слайде вы видите элемент крепежа спайдера к стеклу различных форм как самих спайдеров существует большое количество большой ассортимент так и крепежа то есть есть из чего выбрать есть что применять и на любой вкус и как я уже говорила спайдерные системы позволяют создать неисомые планарные конструкции в общем-то смотрится очень элегантно изысканно и заманчиво ну и сейчас чтобы разгрузить немножко наш мозг мы с вами проведем практическую работу я предлагаю вам во вкладке общий чат написать соответствие составьте пожалуйста пары какой цифре какой надписи соответствует какая буква спасибо спасибо Продолжение следует... 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 Т-образные соединители с различным покрытием. Очень нарядно смотрятся и очень функциональны. Надо сказать, что петли для душевых кабин, которые мы рассматривали раньше, и коннекторы, поскольку у нас влажные помещения, должны обладать абсолютной герметичностью. Это заключается в том, что все составляющие петли должны образовывать единое полотно при открывании. То есть не должно быть никаких зазоров и щелей. Но, естественно, все конструкции изготавливаются из неподверженной коррозии нержавеющей стали и имеют малый вес и надежную фиксацию. Коннекторы для душевых кабин бывают различного типа, как я уже сказала. И вот очень интересный держатель для стекла присутствует на слайде. И различные виды соединительных труб, которые позволяют создавать произвольные углы открывания. Ну и, собственно, создавать любую геометрию душевой кабины. Ну и, собственно, это и для крепления дверей, и для крепления самих стеклянных перегородок. Примечание такое, что коннекторы для душевых кабин для стеклянных устанавливаются без сверления дверного полотна и должны обеспечивать максимально жесткое сцепление деталей. Основание должно надежно крепиться к корпусу кабины и без этих деталей установить стеклянные двери невозможно. Кроме того, в душевых кабинах используются уже обозначенные нами ранее профили, но несколько другого типа. Они тоже используются для крепления неподвижных стеклянных перегородок, которые крепятся к стене. В основном это профили П- или У-образного сечения, которые обеспечивают максимальное сцепление без повреждения стеклянного полотна. Ну и самый такой широко используемый материал для данных профилей – это алюминий. Но, однако, например, компания «Титан» считает, что оптимальный материал – это нержавеющая сталь. Так что есть такое компетентное мнение. Ну и с помощью данных видов крепежа душевые кабины выглядят вполне нарядно, эстетично. И вписывается, как я уже ранее сказала, в любой габарит ванной. То есть маленькие, большие – не имеет значения. Стекло придает праздничный и нарядный вид любому помещению. Помимо этих видов крепежа существует большое количество других видов фурнитуры, а также дополнительных элементов даже для данных видов фурнитуры, которые мы рассмотрели. Это могут быть и герметики, и комплектующие материалы дополнительные. Обо всем за одно занятие поговорить невозможно. Но если вас заинтересовала эта тема, мы можем продолжить ее более глубоко, с более подробными, допустим, чертежами. На сегодня повествовательную часть я закончила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!